Всем привет, с вами Прия. И тема сегодняшнего видосика — осквернённые вещи в обновлении 8.3. Делая различные вещи в текущий момент в игре и спустя уже некоторое время после старта 8.3, вы наверняка встретили заражённые вещи. Те, которые являются обычными, но имеют при себе фиолетовый текст, который повышает вашу порчу и при этом даёт вам какой-то определённый баф, либо какой-то определённый эффект. Это всё смотрится интересно, но злоупотреблять с этим нельзя, потому что можно просто-напросто словить на себя очень и очень много негативных эффектов. Сейчас мы абсолютно всё обговорим, абсолютно всё рассмотрим, поговорим о том, как снижать порчу, до каких вообще, в принципе, чисел стоит её повышать, чем это грозит и какие, в принципе, порчёные эффекты осквернённые являются самыми лучшими и к чему стоит стремиться, а также откуда вообще можно добыть все эти порчёные вещи. Для того, чтобы понимать, что такое осквернённые предметы, я думаю, изначально стоит рассказать о том, что они делятся на три тира. То есть есть первый тир, который сам по себе даёт малое количество порчи, и при этом тот бонус, который пропнет на этой вещице, он будет являться слабеньким. Второй тир — это некая золотая середина, то есть это уже среднее количество порчи и средний баф. Ну, в принципе, это может быть полезно, и это весьма интересно. Третий тир какой-либо порчи является самым сильным касательно получения порчи для своего персонажа, но также при этом мы получаем самый сильный бонус, который только возможен. Например, есть у меня два предмета из тира 2 и тира 3, у которых есть одинаковый бонус, и мы это посмотрим сейчас. То есть колечко даёт 15 порчи, и при этом оно увеличивает прибавку к скорости от всех источников на 9%. Золотая середина. Если бы оно было 10 порчи, то оно давало бы 6% прибавки к скорости от всех источников. Но есть запястья, которые дают 20 порчи, и при этом они увеличивают прибавку к скорости от всех источников на 12%. То есть вы сейчас так подумаете, если вообще не в курсе происходящего, то что 20 порчи за самый сильный бонус – это классно, это круто, но на самом деле есть и различные другие проки, различные другие эффекты, которые дают очень много порчи. Например, сумеречное разрушение, которое наносит противникам урон в объёме 18% вашего запаса здоровья. Это максимальный бонус для такого эффекта, как сумеречное разрушение, и при этом он даёт 75 порчи для вашего персонажа. Это очень большое количество, то есть если вы носите какие-то ещё интересные осквернённые вещицы, то это может негативно сказаться на геймплее, но бонус является весьма сильным. И аналогичное количество порчи, 75, даёт ещё такой бонус, как бесконечные звёзды. Бонус является весьма сильным, и при этом мы платим такую цену в виде большого количества порчи для своего персонажа, назовём это так. Теперь же поговорим о том, как вообще в принципе уменьшить всю эту порчу. На текущий момент времени есть два способа, с помощью которых можно уменьшить количество порчи на своём персонаже. Первый способ – это плащик. Мы прокачиваем его раз в неделю, то есть на текущий момент он восьмого уровня на момент записи видосика. Сегодня у нас 2 февраля, по-моему, да. Восьмой уровень плаща снижает количество текущей порчи на 27. Ясное дело, когда плащик будет повышаться, сопротивление порчи будет расти, и осквернённых вещей можно будет надевать всё больше и больше. И негативных эффектов мы будем ловить всё меньше и меньше. Также можно понизить получаемую порчу путём использования эссенции, какой-либо, которая была введена в обновление 8.3. Например, эссенция вздох умирающего, помимо своего весьма неплохого эффекта, увеличивает сопротивление порчи на 10. То есть мы получаем на 10 порчи меньше от каких-либо предметов. Ну и к тому же есть в стандартном интерфейсе в меню персонажа такой глазик, который позволяет нам посмотреть наш базовый уровень порчи, также суммарное количество сопротивления порчи, ну и при этом высчитывается общий уровень порчи, и пишутся абсолютно все негативные эффекты, которые мы с этого получаем. Рассмотрим их подробно. Цепки и щупальца, которые начинают докучать нам уже с самой первой единицы порчи, которую мы только получим, с какой-либо вещицы. При получении урона ваша скорость передвижения может снизиться на 5 секунд. Степень замедления увеличивается с уровнем порчи. Там по формуле всё высчитывается, то есть, например, у меня в текущий момент 48 порчи, и если на меня прокают цепки и щупальца, то я буду замедлен на 58%, то есть текущий уровень нашей порчи плюс 10%. Это может быть весьма негативно в какой-то момент времени, но у любого класса есть спринты, да и к тому же можно использовать этот плащик с целью того, чтобы быть невосприимчивым к эффектам порчи. То есть мы нажимаем плащик, он используется, и в течение 6 секунд мы иммунны абсолютно ко всем эффектам, которые может на нас повешать порча. То есть, например, есть на нас в текущий момент замедление, мы его быстренько хотим снять, мы нажимаем плащик, это замедление снимается. Также всё абсолютно работает к следующим различным негативным эффектам от уровня порчи. Рассмотрим их далее. Глаз порчи. Ваши заклинания и способности могут призвать глаз порчи, который существует 8 секунд. Пока вы находитесь в области действия, этот глаз раз в 2 секунды доносит возрастающий урон от тёмной магии. Размер области действия и наносимый урон увеличиваются с уровнем порчи. Этот глазик может весьма негативно заспауниться в какой-то момент времени, то есть, например, на гневёне в мифике он немножко так заставил меня постоять на месте и половить какой-то дэмэдж в себя. Да и к тому же, с учётом того, что кнопочки нажимаются весьма активно, то этот глазик прокал просто 2 раза подряд, и при этом я ловил очень-очень много стаков от глаза порчи, но и при этом большое количество дэмэджа. Да, это негативно, да, это всё рандомно, но тот дэмэдж, который мы получаем для своего персонажа за счёт каких-то бонусов, он очень прекрасен, и если всё-таки происходит такая ситуация, что глаз порчи спавнится второй раз, то в этот момент, я думаю, стоит нажать плащик. Ну, это уже такие личные, так сказать, рассуждения насчёт этого. Страшные заблуждения. При получении урона вы можете призвать потустороннюю тварь, которая будет преследовать вас в течение 8 секунд. Скорость передвижения твари зависит от уровня порчи. Что самое интересное, эта потусторонняя тварь является призрачным обликом персонажа. Хорошие намёки, Близзард. Спасибо. Каскад бедствий. Весьма интересная порча, которая позволяет потусторонней твари повешать на нас цепкие щупальца и глаз порчи, при условии, если эта потусторонняя тварь дойдёт до нас. Мы можем её замедлить. Только мы её видим. Мы можем кинуть ей стан, мы можем кинуть ей различную дезориентацию, и она, в принципе, пропадёт. Но если всё же дойдёт, будет крайне неприятно. Подумайте, можете ли вы играть с таким уровнем порчи? Или нет? Неотвратимый рок – это последний негативный эффект, который мы получаем от осквернённых предметов. Он увеличивает получаемый урон и снижает эффективность получаемого исцеления пропорционально уровню порчи. Например, у меня 100 порчи. Хотя, почему, например? Я просто сниму плащик, и мы это всё прекрасно увидим. Увидим этот дебаф. Неотвратимый рок. Получаемый урон увеличен на 15%. Эффективность получаемого исцеления снижена на 15%. Но, знаете, поделать, например, локалочки будет весьма интересно с таким бонусом. Попинать манекен, быть может, тоже. Но рейдить с таким дебафом, я думаю, это будет весьма хардкорно и достаточно невозможно. Касательно негативных эффектов от порчи было рассказано абсолютно всё. Теперь же посмотрим различные положительные бонусы, которые, например, могут встретиться нам, при прохождении рейда Неолоты. Есть интересные пушечки, которые просто-напросто уже сразу же имеют порчу. Например, час опустошения. Прекрасная двуручная пушечка с максимальным уровнем порчи и с весьма неплохим бонусом. Также в рейде дропается двуручный посох на ловкость, то есть, например, для мишек, для сурфхантов. Ну, как вариант, да. Также двуручная древковая. Опять же, для них с эхом бездны. Также имеется скшул ваз. Это танковская пушка, как я правильно понимаю. Далее, что есть ещё интересненького. фаралос, сон империи. Это уже получается одноручка, например, для фросдека, например, для протваров, протпаладинов. Ну да, как вариант, почему бы и нет. Этот прок просто-напросто аоешит перед собой. Ну, быть может, да, в каких-то аое-боях он неплохо себя покажет, этот одноручный мечик. Топор падает с дестагата, с интой одноручный. Потенциал вашего разума полностью раскрывается, ваши заклинания вызывают у вас внезапные озарения, повышающие интеллект на 1-8%. Ну, с учётом того, то, что мейнстат сейчас зашкаливает, и его становится более 10 тысяч на неплохом таком этом левеле, я думаю, бонус весьма неплохой и прекрасно покажет себя. Одноручная дробящая осквернённая имеется с инквизитора Занеша, которая даёт бонус ритуал Бездны. В общем, есть интересные осквернённые вещицы. Конечно, их можно получить с рейда, эти осквернённые предметы, и при этом на них уже будет статично какое-то улучшение, которое мы знаем заранее. Но хочется же дропнуть что-то интересное, что-то классное. Откуда мы можем это дропнуть? Давайте подумаем сейчас. Мы можем дропнуть что-то классное, например, с локалок, по типу этого колечка. Мы можем просто летать по миру во время какого-либо нападения, вскрывать аэрдропы, и при этом тоже получать различные порчёные вещи. Ну, например, для твинка это будет полезно. Или, например, если прокнут бесконечные звёзды, то это и для мейна будет весьма интересно. Мы можем фармить трэш в рейде, и при этом получать осквернённые вещи. Кстати, возможно, вы уже заметили то, что абсолютно все осквернённые предметы имеют глазик на своей иконке. То есть, можно просто-напросто открыть сумку и уже заранее увидеть, какой предмет является осквернённым, ну, а какой нет. Также, если открыть атлас подземелий, то всё, в принципе, аналогично. Откуда мы ещё можем полутать различные осквернённые предметы? С рейда, конечно же, мы уже это всё посмотрели. То есть, это всё не ограничивается пушками, которые были показаны ранее. Можно просто убивать боссов, и, может быть, на них прокнет какой-то осквернённый эффект. Например, наручи, которые у меня с гневиона в мифике упали, они должны были быть обычными, но мне повезло, и в итоге они с эхом бездны. Это замечательный прок, и очень интересно выглядит в текущий момент времени. Также вскрываю еженедельные сундуки, которые я очень-очень люблю. Посвящаю им отдельную рубрику на ютубе. С них тоже можно получить осквернённые вещицы с этих сундуков, и там, по-моему, только осквернённые вещи падают, то есть, иначе быть не может. С пвп сундуков, по-моему, тоже только падают осквернённые вещицы. Если нет, то поправьте меня. Я не особо изучал аутомеханику. Также есть за 4 локалочки или за 3 сундучки различные, которые мы получаем у фракций, и с этих сундучков тоже можно получить осквернённые предметы. Вот, например, ступни я залутал у Адмиралтейства Праудморов, по-моему, недельку или полторы назад. Этот прок весьма хороший, неплохо показывает себя прирост искусности, весьма приятно. Кравченные вещицы не могут быть осквернёнными, иначе это было бы слишком жирно. Также нельзя забывать о мифик плюсах. Это подземелья эпохальные с ключиком, которые имеют таймер, которые немножко усложнены, и частенько собирают заранее собранные группы с целью того, чтобы закрыть какой-то ключик, кто-то там фармит специально какие-то данжики ради того, чтобы дропнуть себе что-то интересное. Например, в текущий момент люди активно фармят мехагонскую свалку, там дропаются очень интересные колечки с своим бонусом, ну а если на них ещё прокнет какой-либо corruption бонус, то это будет выглядеть весьма интересно. К тому же есть весьма интересные заранее собранные группы, в названии которых есть два интересных слова NoRussians они немножко так триггерят и я думаю если вы попробуете вступить в эту заранее собранную группу то в свою личку игровую вы услышите много интересных некультурных слов я думаю такие группы нужно репортить мне кажется это нацизм хотя может быть у меня просто паранойя насчёт этого не знаю предпоследняя вещь о которой стоит рассказать это очистка предметов я на самом деле чуть не забыл о ней с целью того чтобы очистить любой зараженный предмет то есть образно говоря избавиться от всего фиолетового текста который там написан тем самым убрав с него порчу и убрав с него эффект который даётся от порчи нужно с целью этого всего лишь подойти к матриарх она теперь помогает нам после событий в ульдире и за символическую цену а именно 5 зараженных реликвий вещь станет обычной то есть она просто будет давать свои статы сокет если имеется третичный стат если имеется по типу самоисцеления избегания ну и всё просто на предмете не будет фиолетового текста и люди на стриме говорили мне о том то что если вы очистили этот предмет и например передумали путей возврата в принципе нет в игре на текущий момент времени то можно написать всех поддержку и они вернут этот бонус не знаю правда это или нет действуйте на свой страх и риск например если у вас много порчи то снять порчу с какого-то предмета будет весьма неплохим действием а мы переходим к завершающей части видосика а именно рассмотрим на сайте bloodmallet какие вещицы являются самыми лучшими по своему corruption проку то есть по своей системе осквернения и к каким вещам нам стоит стремиться какие эффекты лучше всего ловить на каких-либо вещицах и что даст нам больше дпс там все очень интересно я думаю вам это понравится когда мы заходим на сайт bloodmallet нам нужно выбрать наш класс за который мы играем ну или абсолютно любой класс который мы хотим рассмотреть но мне же в текущий момент интересен анхоли дк и что далее мы кликаем кнопку corruptions далее кнопочка dps покажет нам те corruption проки которые являются самыми лучшими и циферка которая рядом с названием означает тир данного прока то есть например бесконечные звезды тир 3 на 475 вещицы дадут 11000 дпс но мы прекрасно помним что при этом мы получим 75 порчи также эхо бездны третьего уровня даст 7200 дпс на 430 шмотки blizzard недавно сделала исправление такое интересное то что теперь некоторые проки оскверненные они скалируются от итем левела и сайт bloodmallet это пытается просчитать в некоторые моменты ну а в некоторые нет в общем все равно все это немножко печально и ориентироваться на эти цифры не особо то как-то стоит но хотя бы чуть-чуть опираться на них можно при рассмотрении проков если нам интересно конкретно сколько урона за каждую единицу порчи мы получаем при выборе какого-либо оскорненного предмета то мы нажимаем вторую кнопочку дпс деленный на рейтинг порчи и что мы видим кровоточащая рана за каждую свою единицу порчи дает 208 урона далее увеличенная скорость на 6% дает 191 урон увеличенная скорость на 9% то есть тир 2 то колечко которое я показывал в начале видосика оно дает 186 дпс скорость 3 то есть на 12% 181 урон это все интересно конечно но лучше все это просто-напросто симить на рейдботсе скачивать аддон simulation craft вбивать код на сайт то есть импортировать своего персонажа и абсолютно все вещицы сравнивать был уже видосик на эту тему второй раз объяснять это думаю ни к чему видосик просто-напросто закину в описании на этом обсуждение оскверненных вещей окончено рассказано абсолютно все рассказано о снижении порчи рассказано о ее негативных эффектах о способах получения предметов в общем очень-очень много информации было рассказано в данный момент если я что-то забыл или если у вас есть какие-то вопросы давайте знать об этом в комментариях все ссылочки в описании берегите ноги до скорого до скорого